Здравствуйте, уважаемые земляки! Мы продолжаем наш проект, посвященный выборам Народных Уралов Республики Калмыкия. И сегодня у нас кандидат в депутаты Народного Урала по 6-му одномандатному округу, это город Элиста, Пербелев Олег Доржевич, представитель партии «Единая Россия». И Олег решил отозваться на мой призыв, на просьбу и пришел на интервью. Добрый день! Давай сразу первый вопрос. Почему решил прийти, отозваться? Обычно, ну, как бы, я думал, что... Кстати, удивительно. Я думал, что не придут представители партии «Власти» и «Единая Россия». Однако активничают. Вчера была Геляна, Ванька, я вот тоже удивился. Решил прийти. Ну, я скажу за себя. Я человек открытый, готов к диалогу с любыми людьми, с любыми движениями. Поэтому я сегодня пришел, пригласили, пришел поговорить о проблемах или, скажем так, по округу, если вам интересует и так далее. Готов к общению? Ну, хорошо, давай, мы... У нас полчаса, для всех формат одинаковый, и я хочу разделить. 15 минут поговорим о тебе, о твоей деятельности, о кандидате. Ты у нас делай под АТГС, что сделал, что будешь делать, какие планы. И другие 15 минут поговорим о выборах Народных Урал, о политической ситуации вообще. Что бы Олег Пербиев рассказал о себе? У нас, у Калмыкова, вообще, есть такое... Мы, че, еще скромные, и мы, там, о себе рассказывать, мы стесняемся, мы не можем. Но я считаю, что сегодня идет предыборная кампания, и надо говорить от первого лица. Хорошо. Давайте 15 минут расскажу о себе. Ну, я буду там вопросы задавать еще. Хорошо. Мне 54 года, я листинец, родился в Листе, в многодетной семье. У нас пятеро детей. Я самый старший в семье. Сам являюсь отцом, тоже многодетная. У меня трое детей. Дети у меня уже большие. Старшему 31 год, второму 24 года. Сейчас получил диплом стоматолога. И третье у меня 18-летняя дочь. Занимался, учился. Я учился в торгово-кулинарном училище. Конечно, мое детство, оно повлияло на мою профессию. Почему? Потому что старший в семье, я начал готовить рано уже еду до своих сестренок и братишки. И какая у тебя профессия? Я повар по образованию. Закончил в Листинское торгово-кулинарное училище. После этого работал на производстве до армии в ресторане Тюльпан. В армии был начальником столовой. После этого также я работал в общественном питании 4 года. Потом ушел в бизнес в 1993 году. И 26 лет я был в этом марафоне в бизнесе. Начал свою деятельность на центральном рынке с лотка. И дошел до генерального директора фирмы Чаграй. Работало у меня 150 человек. Было 3 филиала. Имели дистрибьюционные контракты. То есть мы были дистрибьюторами по Калмеке. А сейчас? Сейчас я 5 лет как оставил. И ушел, скажем так, уже в общественную работу. Почему? Потому что дети выросли. В бизнесе я достиг все, что мог. У меня всевозможные награды от всевозможных компаний. Был на конференциях из-за границы 9 раз как победитель. Это в Греции, Турции, в Египте. В Шарма Шири. Победитель для чего? Ну, конкурсов. У нас компания дистрибьюторов, лучшие компании, приглашали за границей. На стажировку, на обучение. В том же, Турции нас обучали как-то. Там работать нужно за границей. И так далее. Те показатели, которые 150 человек работали. То есть компания была успешная. Но 5 лет назад я решил закрыть. Потому что на самом деле невозможно заниматься всю жизнь этим. Сложно, конечно. И мне уже больше стала нравиться работа, общественная работа. Почему? Потому что я достиг в бизнесе все, что мог. Я повторюсь. И за это время я понимал, что любой предприниматель – это социально ответственный человек. Соответственно, конечно, вот 18 лет назад я возглавил. У нас был в Калмыкии российский детский фонд. Он был закрыт. Там 7 лет не работал. Я его возобновил. Российский детский фонд. Российский детский фонд. Да. Калмыцкое отделение. В уставе этого фонда стоит защита детства. То есть мы в разных формах помогаем многодетным семьям, одиноким семьям, детям, которые выиграли Олимпиады, выезд на лечение детей. В свое время у нас была детская колония в Ульяновске. Мы также курировали его. Помогали этим детям, осужденным, пройти адаптацию, получить профессию, образование, закончить школу. Мы одни из первых, кто там оказывал им помощь в приобретении учебников в доске элементарной. То есть все, что нужно. Здесь понятно. Честно, я не слышал об этом вообще. А вот ты депутат Иллистинского городского собрания. Да, я депутат уже второй раз. Я был депутатом третьего созыва. То есть имею опыт. И что в первом случае, что в втором случае я был одномандатным кандидатом. В первом случае я был по девятому округу центральной. Через гордые листы. За то время те наказы, которые нам давали избиратели, это асфальтирование дорог, поведение канализации. Это все вопросы были решены. То есть именно по окончанию моего срока депутатского у меня все те наказы, которые были, они были выполнены. То есть тебе это наказы или цели свои, которые ты поставил? Нет, мы наказы. То есть при встрече с жителями я всегда записывал те вопросы, которые говорили жители. Вот и есть такая, знаешь, как наказы, это такая коммунистическая тема. Нет, нет, нет. Нам тоже говорят наказы. Это боль, наверное, боль от тех жителей своего округа, которые там существуют. И вот четыре года назад тоже я пошел в одномандатным округом, по второму одномандатному округу, по южному району. Конечно, это был район непростой, он был очень сложный район. Да, сложный район и сложный район. Расскажи, что удалось сделать? Четыре года назад, в такой же период, мы с своими кандидатами пошли по этому району. И выяснилось, что в Варшане, допустим, более 28 лет не было ни воды, ни освещения, ни дорог. И, конечно, благодаря тому, что кандидат имел, скажем так, диалог с муниципалитетом, с Бату Сергеевичем, мы, конечно, договорились, что за три года мы там проведем воду. И вот в прошлом году мы закончили эту программу, за три года мы сделали, полностью дали воду в Варшане, в Солнечном, то есть эти улицы, 29 лет не было воды, и вот у них уже появилось. Также сделали освещение, дороги там сделали, конечно, не все удалось сделать. Как депутат может это делать? Ну, вообще... Это неисполнительная власть. Нет, вот меня немножко, наверное, смущает, возмущает, когда депутаты говорят, мы это сделали, так, так вот, мне кажется, депутаты этим не занимаются. Нет, понимаете, депутаты, конечно, это... Что такое депутаты, во-первых? Это делегированные от определенного округа людей, делегированный человек в законодательные собрания. И когда путем диалога с исполнительной властью мы говорим, что есть такая проблема, давайте вносить свои программы, и благодаря тому, что мы, скажем так, большинство в Лестинском городском собрании, это представители Единой России, конечно, нам удалось убедить исполнительную власть, чтобы там все-таки они посчитали сделать проектно-сметодокументацию, и это чайный бой. То есть определенное лоббирование такое? Ну, можно сказать и лоббирование, можно сказать, что и решение проблемы этого, часть этого города. Вот также эта была проблема решена с участием прокуратуры города. Мы не стесняемся, приглашаем ресурсную организацию. Вот на улице Кейково, улице Манжиево, там порядка 19 лет не было, ни воды, ни света, ни газа, ничего вообще не было, кроме домов. А это категория, которая получила земельные участки бесплатно, это инвалиды, ограниченность возможностей. И когда на встречу приходили люди с колясок, мы понимали, что это как-то сложно, и путем переговоров, встреч мы добились, мы сделали газопровод, опять же нас поддержала республика, в этом плане сделали водопровод, канализацию, часто решают вопрос по дорогам, по освещению. Я думаю, что этот вопрос в ближайшие год-два это будет решен. Зачем тебе идти в Народный хурал, если вы говорите, если так хорошо, ну, ты работаешь, ну, по-твоим словам. Понимаете... У него ответственность больше, которая на всю республику. Понимаете, вот в Народном хурале, даже нынешний созыв, он состоял из попротивленных списков. И та практика, которую показала... Изменения в гражданской системе. Да, изменения в том, что пропорционально-мажетарная система. И здесь получается, что ответственность депутата, она в разы увеличивается. Если раньше депутат, как бы, в Ягд-Пасеканойке, он, как бы, не отвечал там за конкретный адрес, сейчас же он именной, получается, одномодатник. И он отвечает уже за конкретный округ. Вот это предложил Бату Сергеевич в реле этого года. И этот вопрос был уже, я думаю, поддержан. Я думаю, что мы все видим, я думаю, покажут свои плоды. И вот как депутат, одномодатник, я каждые 3-6 месяцев отчитываюсь в соцсетях, что сделано. И мне не стыдно. Мне не стыдно. Я знаю, что при любой встрече в Южном районе, я думаю, что услышу слова благодарности. Потому что мы делаем эту работу. Ну, я хочу тебя поправить. Да, это инициатива была Бату Хасикова в изменении избирательной системы. Но мы говорим об этом давно. И Николая Дмитриевич нам все равно предлагали. Ну, вот видите, здравый смысл его страшно. Ну, если так, то хорошо. У меня вот такой вопрос. В 19-м году назначен был исполняющим обязанности главой администрации Дмитрия Трапезникова. Были протесты. Ну, я думаю, мы все это помним. Ты депутат ИГС. Активисты, в том числе и я с Максимом, мы ходили к депутатам на приемы, задавали вопрос. Тебе удалось избежать. Я ждал, но вы не пришли. Я не знаю, почему тебе нужно избежать этого, но я хочу задать этот вопрос. Спустя 4 года. Почему ты проголосовал первый раз, и уже второй раз за Дмитрия Трапезникова, человека, которого, по сути, не знал никто? Вы знаете, мое мнение было такое, что человек новый. Во-первых, никем не привязанный, никем не лоббированный, прям, чтобы кто-то его там... Естественно, человек с опытом работы на Украине. Я думаю, что, в принципе, можно было довериться. Тем более, мы же избирали, мы можем на один год избирать, на два года, то есть на срок своего полномочия. И в любой момент, каждый год мы делаем оценку работы. И поэтому мы дали ему шанс, почему бы и нет. Почему? Потому что человек новый, новый мы шли, новый взгляд, и мы доверились. Я считаю, что Дмитриевич подтвердил за срок своей работы. У нас появился микрорайон молодежный, парк Победы, площадь Победы. То, что он сделал, я считаю, что это достойно. Да, что-то не удалось сделать, это несомненно. Просто он много обещал. Ну, понимаете, нужно что-то мечтать, нужно ставить какие-то цели амбициозные и к ним идти. Если он до конца срока, может быть, доработал бы. Из того, что обещали, по-моему, мы ничего не сделаем. Ну, как нельзя. Много что сделаем. Сделано, да. Сделано то, что в рамках государственных программ. Приходил ко мне Чимик Джан Джангарай, говорил про это, мы с ним это обсуждали. Он говорил, что бюджет увеличился за счет государственных программ, федеральных государственных программ, которые были заложены еще до прихода нынешнего раиса. Хочу сказать, что если так отмотать назад историю, то рейтинг сети-менеджера, он вырос. Он встречался с жителями, он активно встречался, он решал многие вопросы, которые, я думаю, что граждане оценили. Не каждый, я не помню такого главы, сколько он провел встреч, во-первых. Во-вторых, человек, который, еще раз повторюсь, сделал такие рэперные, такие значимые точки, как Парк Победы, Площадь Победы, Микрояне Молодежное. Я считаю, что это... Что сделалось нам, Микрояне Молодежное? Ну, построили полностью детскую площадку, фонтан. Это все было при нем, это все сделано. Смотрите, я здесь согласен. Мы вот в рамках проекта «Городская среда» строим парки, строим развлекательные какие-то площадки и тому подобное. Да, это необходимо. Но у нас сегодня, там же, понимаете, идет часть такая софинансирования. Я согласен. Важно найти эту часть. Я согласен, но у нас, мне кажется, акцент стоит не на том, что на... Знаешь, такую метафору приведут тебе, да? Женщина, болеющая раком, там у нее там рак сердца, там рак желудка, у нее все гниет. Она скоро умрет. Но она берет, бабки вкладывает там, накрасится и походить, и повыпендриваться, грубо говоря. И у нас сейчас администрация такая. Мы ставим парки Победы, мы ставим микрояне Молодежное, но у нас с водоканалом проблемы, у нас с отоплительной системой проблемы. Почему этим мы не занимаемся? С газом, как будто вы помнишь, в 20-й год, когда ввели у нас, как его, Ледовый дворец, сколько было взрывов. То есть это вскрыло. Вот, мне кажется, внутренней, именно этим инфраструктурой, которой необходимы для житья, необходимо заниматься. Это как внутренние органы, то есть женщины, которая окрасилась на последние бабки. Ну, да, я скажу так. Конечно, со стороны критики это проще всего говорить. Я согласен. Да. Другое дело это делать. Я считаю, что тому, что сейчас вот мы идем, пополняем бюджет, увеличился бюджет города, за счет вот этих средств, которые пришли дополнительно, за счет понижения налогов, привлечения других предпринимателей в республику. Это даст некий определенный карбаш и даст какие-то дополнительные средства. Вот на эти деньги, в принципе, вот у нас есть три года, этот год, еще впереди два года. Я думаю, что у нас в прогрессе будет увеличение дохода идти. Я думаю, что, в принципе, вот мы идем, народный хурал, для того, чтобы как раз вот эти вопросы решить. Конечно, вот там девчонки кричат, вот там ничего не делается и так далее, но я не согласен. Надо идти и делать. Я думаю, что каждый житель вообще республики должен просыпаясь каждое утро думать, что надо сделать для того, чтобы стал наш город лучше, краше, платить налоги. Вот у нас, я являюсь представителем комиссии по предпринимательству, я понимаю, какие сложности. Если раньше субсидировалось для малого бизнеса 100 тысяч рублей, сейчас это 3 миллиона уже, мы снизили налоги. Сейчас рассматриваем снижение налога на имущество. Это все даст нашему импульсу, нашему предпринимателю встать на ноги. Ведь мы понимаем, что у нас есть со стороны, скажем так, монополии сетей, которые захватили там не только в Листуново, в других регионах, там красно-белые, пятерочки, магниты. Нужно помочь малому бизнесу, который ушел в области торговли, в другой бизнес. И вот такая цель ставится, и надо переориентировать их, чтобы больше было предпринимательство здесь. Чем больше будет у нас предпринимательство, тем лучше будет. Я бы хотел вернуться к Дмитрию Трапезнику. Вы, депутаты ИГС, отпустили его на другую должность, он перешел. Вы потребовали с него отчет? Он отчитывался? К сожалению, да, он отчитывался. К сожалению, я... И по итогам работы отчитывался? Да, он отчитывался. То, что обещал, то, что сделано. Нет, я на последнем заседании, когда он у меня не был, я был командир в Москве по Народному фронту на совещании. Но он отчитывался, отчитывался, ну, вроде бы все нормально. У меня не было. То есть ты оценишь его деятельность? Я считаю, нормально, хорошо. Нормально, хорошо? Да. Ну, следующий вопрос. Переходим, да, к блоку, к уральскому. Как ты видишь депутатам Олега Пербеева, депутатам Народного хурала? Ну, статус депутата уже Народного хурала, конечно, это уже масштаб больше, чем город. Вот, а это уже ответственность принимания законопроекта уже по всей республике. Но, конечно же, акцент нужно делать на свой округ. Потому что я являюсь когда-то модатником, именным, скажем так, да, я так называю это. И, конечно, вот сейчас мы то же самое делаем эту работу. Обходим дворы, встречаемся с жителями, узнаем, какие проблемы есть. Конечно, для себя мы уже понимаем, что нужно за такую народную программу составить, запланировать на 3-5 лет, чтобы что можно сделать. Вот как с Южным районом за 3 года мы решили с водой, так же и здесь можно с газопроводом, с освещением, с дорогами. Надо планировать ежегодно, потихонечку там закладывать по 2-3 улицы. Я думаю, что на протяжении 5 лет мы выровняем эту ситуацию лучше. Знаешь, вот как-то даже противно смотреть, да, открываясь соцсети в ВКонтакте, я подписался, ну, вроде бы на всех кандидатов, и я смотрю, кандидаты некоторые, только когда выдвинулись депутаты, зарегистрировали свои соцсети, стали говорить, какие они хорошие, показывать в соцсетях встречи там с избирателями, стали ходить, и, знаешь, ну, мне, например, не очень приятно смотреть, когда опять появились перед выборами, и вот, ну, я думаю, что наш калмынский народ, он не такой глупый, чтобы приходить в конце и им опять пообещать. Мне кажется, не жалко ли народ ходить опять, появляться перед выборами, обещать. Я понимаю, понимаю вопрос, да, давайте я вам скажу. Ну, давайте опять я скажу за себя, на протяжении четырех лет в моей соцсети, можете посмотреть, то каждый месяц я выкладываю встречи с своими жителями. Последняя встреча у меня с жителями была на улице, периодка Алтайская улица Алтайская. Это когда замка уже предвыборная? Ну, и зачем, это было три месяца назад, когда еще не планировал идти. Вот, когда только, да, правильно, в мае месяце, нет, даже в конце апреля мы были, там жители обратились внимание, что вот весенний поводок там разрушил остаток дороги. Вот, с путем переговоров с некими предпринимателями, помогите для жителей, мы завезли там 49 машин КамАЗов. А, то есть ты в свое время встречался с наблюдателем, читался перед этим? Да, 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 конечно. То есть у тебя есть такая практика? Да, да, вот в Аршане было пять месяцев назад, встречались по поводу тоже проблемы там дороги. То есть у тебя уже, конечно, в практическом смысле нам налажены отчеты для разбирателей? Да, да, и каждый год в моих соцсетях есть отчеты сделаны, что за этот год, что за тот год. Все отчеты, они есть. Можете зайти, посмотреть ВКонтакте. Честно, я не видел, не смотрел, но если так, то это очень хорошо. Очень важно иметь связь с электоратом, причем, потому что, ну, надо приземляться, смотреть, что там происходит на округе и течения, проблемы. Мы же каждые две недели встречаемся, прием приложу с жителями, они приходят ко мне. Почему Единой России? Ну, Единой России, потому что в 99-м году я вступил в партию Единства. И в 2001 году, если не ошибаюсь, Единства стала Единой Россией. И, в принципе, те, скажем так, те, ну, то направление, которое выбирала Единой Россия, оно мне было близко, и я считаю, что ведь партию Единой России выбрало большинство в России, она партия большинства. Я считаю, что если мы идем командой, надо идти, выбрали командира, идти с ним до конца. Веришь ли в честные выборы? Верю. Бывает? Конечно. Вот праймерс, тому свидетельство, люди голосовали электронно, каждый взял телефон. Праймерс – это не выборы? Ну, как не выборы, это выборы именно лидеров. И я хочу сказать, что я верю в эти правила. Как оцениваешь деятельность нынешнего главы Бату Сергеевича Хасикова? Поскольку уже раньше говорили «дайте год», «дайте два», уже четыре года прошло. Лично ты, как депутат ИГС, как житель Калмыкии, как ты оцениваешь его деятельность? Я положительный. Почему? Потому что те изменения, которые происходят в республике за последние четыре года, я считаю, что это изменения в положительной стороне. Какие? Ну, вы заметьте, у нас в городе идет каждый год по 17-20 школ где-то ремонта. Это новые десятки километров дорог. Это те инвестиции, которые сюда зашли. Какие инвестиции? Унвестиции, допустим, построили альтернативную электроэнергию, солнечные батареи. Это, я считаю, что зашли. Это же было до этого проекты, которые планировались? Нет, это при Бату Сергеевичем было. При нем закончен, но планировалось, по-моему, не ранее. Ну, планировалось, но тем не менее же при нем это все. Ребята, вы не передергивайте, вот как оно при нем случилось, когда-то достроили, ввели, это все, это был здесь. С учетом, ну, ты положительно оцениваешь, вот с учетом наличия у нас огромного государственного долга, я считаю, что главный показатель экономического характера – это наша экономическая часть, экономическая политика. Я вам скажу, у нас, я по госдолгу, Наталья Сергеевна Малышко в своих соцсетях указала, что на 200% увеличится госдолг с приходом Боготова Сергеевича. Разве это положительно? Ну, давайте так, при других главах долги только росли. Вот за прошлый год, я знаю, что было более 600 миллионов погашенных долга. И, конечно же, я не оправдываю, но я констатирую факты. Конечно, в 2020 год это было очень сложно, вы знаете, пандемия, и многие предприятия не работали, даже много пострадало предпринимателей. Конечно, вот это налегло. Плюс еще СВО, тоже какая-то некая нагрузка налегла. Поэтому я думаю, что, в принципе, вот сейчас у нас положительно все будет. Я думаю, что по концу этого года мы, Республика, погасить еще долги. Более 600 миллионов. Вот у меня такая уверенность почему-то есть. Я как бывший предприниматель, я вижу, что у нас идет положительная динамика. То есть уже изменение ставки, ты имеешь в виду? Не только это, это только один из факторов. Вот у нас же, понимаете, вот я смотрю на бюджет города, если раньше, позапошлом году он был там 2 миллиарда, извиняюсь, там с хвостиком. В этом году мы зашли уже за 5,2 миллиарда. Сейчас, на следующий год, я думаю, где-то уже будет 5,5 миллиарда. То есть уютное увеличение. И, конечно же, это говорит о том, что Республика, город получают деньги, доходы. Если раньше доходов было там менее 500 миллионов, уже мы за миллиард, миллиард 200 доходов, собственных доходов. Это говорит о чем-то. Это говорит о том, что мы заплатим, сделаем. Какой выход из этого депутатного состояния? Что нужно делать? Что ты будешь делать как депутат? Я повторюсь, если не услышали, я представитель комиссии в городском собрании. Я представитель комиссии по предпринимательству. Благодаря диалогу с бизнесом, я считаю, что каждый предприниматель должен социально ответственным быть. Если он будет платить во время налоги. Эти налоги идут на как раз строительство новых дорог, детских площадок. На моем округе мы построили за счет предпринимателей, без инвестиций, городской бюджет, республиканского бюджета, построили 7 детских площадок. До этого вообще никто не строил. Сейчас 8 мая будет на автомобилистах улицы. Это опять же инициативное бюджетирование. Мы новые направления открыли. До этого уже никто. Это все, что я услышал. Какие еще, на твой взгляд, у нас главные глобальные проблемы республики? На моем округе, со стороны, я все-таки человек из бизнеса, в свое время был. Сейчас я работаю директором школьного питания. Я вижу, что есть, конечно, надо поддержать именно тот сектор бизнеса, который называется реальный сектор бизнеса. То есть, занимается производством первичной обработки, работая с сетями теми же. У нас потенциал очень огромный. Мы аграрная республика, у нас сельхоз республика. Мы можем перерабатывать муку, мы можем полуфабрикаты мясные, мы можем развивать. У нас в республике была хорошая фабрика. Я думаю, что есть потенциал, и здесь нужно, благодаря тому, что у нас сейчас благоприятные условия для бизнеса, я думаю, что в течение трех лет у нас откроется новая перспектива. Я думаю, что у нас откроются переработки. То есть, это такое бизнесное направление. Да. Если ты пройдешь депутатом народного хурала, будешь ли ты требовать, согласно закону, чтобы глава Лисовлики, будь то Бату Хасиков, будь то другой, отчитывался законодательным органам ежегодно, как это указано в законе, как в федеральном, так и в республиканских законах. Потому что нынешняя глава этого не делает. Депутаты хурала даже внесли изменения в закон, чтобы отчитывался не глава, а отчитывался председатель правительства. Но до сих пор этого нет. Будешь ли ты требовать отчета главы? Как ты, депутат, отчитываешься председатель? Ну да. Глава должна читаться? Ну, я думаю, что новый состав, когда изберется, я думаю, что он решит этот вопрос. Он кто? Новый состав. Я думаю, что... Ты говоришь... Я за себя скажу. Нет, мы за себя. Я бы хотел... Я бы хотел... Дело в том, что вы уже понимаете, что есть спортивная ответственность. Я думаю, что, в принципе, новый состав определит, что каждый чиновник вообще должен отчитаться. То ли это сити-менеджер, то ли это глава города, глава республики. Я думаю, что это нормальная практика, когда он отчитывается в соцсетях. Это не практика, это закон. Я говорю, но и закон, и практика. То есть у нас же практикуют, у нас же сити-менеджер отчитывается каждый год перед депутатами Львовского собрания. Он определен на работе. Я думаю, что это практика уже, это закон, да, и практика. То есть они это делают. Я думаю, что глава республики будет отчитываться. Я так думаю. Будет отчитываться. Если закон. Мне недавно прислали один вопрос такой. Интересно тоже задавайте, и сказали, задавай, пожалуйста, этот вопрос представителям партии власти. Есть такая версия, что когда-то может быть, ну это опасность такая, или есть на мое опасение, я так сильно внимания не обращаю, но лучше поговорить об этом. Об укрупнении региона, создании агномерации. Естественно, это будет все происходить через народный хурал, изменение степного уложения. Будешь ли ты голосовать за этот закон, за ликвидацию республики? Нет, потому что республика Кавмыкия – это национальная республика. Я не думаю, что любая республика, вот вы любите, это Татарстан, или Чеченская республика, или Дагестан, скажет, давайте мы вас объединим, и вы не будете назвать Дагестаном, будете там Астраханской областью. Конечно нет, я против этого. Опыт Сагларбагинова и Артана Кузьминова, которые пошли, ну, вопреки, да, партии власти, говорит что-нибудь тебе, вот, их поступок, вот, вдруг у тебя, если не получится, вдруг какие-то твои моральные правила будут задевать. Сможешь ли ты так выступить, чтобы за честь, за народ, как они думают, да? Еще раз говорю, депутат, кто такой депутат? Это делегированный от некого округа. Я, во-первых, спрошу мнение у своего народа, у своего округа. Если они скажут «да», «да», если скажут «нет», я скажу «нет». Я не могу принять один это решение. А как у нас время подходит к концу? Пару слов для избирателей? Для избирателей? Ну, во-первых, хочу пожелать всем здоровья в наше непростое время. Хочу пожелать, чтобы этот год у нас завершился в хорошем позитиве. Почему? Потому что, во-первых, этот год очень такое, лето, по крайней мере, очень дождливое, хорошее, урожайное, думаю, будет для наших фермеров, для наших, кто занимается сельским хозяйством. Я думаю, что это будет хороший год. Желаю удачи. Спасибо. Спасибо, что пришел.